У меня впереди вот такая большая работа, он в высоту ровно полметра 50 сантиметров, вот она линейка, наглядно, что не вру, 50 сантиметров до кончика колпачка, вот он ровно полметра, вот такой он огромный, с улицы, уличный гном, работа очень интересная, у него вот здесь надо будет восстановить ножку, но когда я за это возьмусь, я не знаю, потому что, во-первых, нужно закупить материалы, цвета устойчивые, краски устойчивые к выгоранию и чтобы была хорошая укрывистость, ну, в общем, я так, у меня в голове образ есть, и как я хочу делать, не просто я хочу его покрасить, я хочу прям сделать такой реалистичный, образ, как я люблю, я не люблю стилизованные вещи и сделать, так делать уж на совести, все эти сладочки на одежде, как я на бутылках делаю сладки, вот типа в этой же технике я хочу сделать, мардашку более реалистично нарисовать, ну, я люблю такой стиль, мне такой нравится, я хочу так сделать с тенями, с полтенями, то есть все как положено, ну и плюс надо вот эту старую краску, вот эту всю облупившуюся, это все надо максимально снимать, конечно, тут что-то снял, снял, сняла, попыталась очистить заказчица, которую я буду это делать, но тут как бы не все, тут надо еще поработать, попробую, может быть я еще смогу что-то, я не знаю, из чего это сделано, но похоже, что это какая-то, наверное, все-таки гли я так думаю керамика да вот это керамика керамическая очень если интересно я потом напишу когда будет работа стартовать и очень сидите за процессами вам это интересно каким он был вот запомните какой он был и каким он станет процесс пошел наконец-то я смогла добраться до этого несчастного гнома восстановила недостающую часть ноги конечно один в один как вот здесь вот воспроизвести точную копию правой ножки мне не удалось но главное что вообще вот этот скол получилось убрать вот сейчас это сырое только-только закончила делать вот будет короче ножка дальше уже пойдет окрашивание тогда будет показывать по ходу по ходу действия чтобы в дальнейшем сэкономить краску я в состав добавляла цветные колера и наносила на поверхность пропитанные но материал уже пропитанный красителем по факту если бы не колера то это совершенно не окрашенная поверхность то есть это заготовка это подготовка под дальнейшее окрашивание то есть это фактически грунты ну а дальше начинается уже самое интересное то есть по факту начинается сама роспись и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok